Как впарить армии то, что у них уже есть? Да еще и втридорога. Почему правительство за год не может перевооружить солдаты, якобы закупает импортный хлам? Разбиралась Ольга Рыцарь. Снайпера не дают жить. У них нормальные винтовки. А у нас не очень. У нас обычные СВД, а у них немецкие, русские, усовершенственные. У них 308-й калибр, это, как правило, заграничные винтовки, 12,7 российского производства винтовки. Тоже мощные, очень дальнобойные, мощные винтовки. Такие разговоры на линии фронта сплошь и рядом. Почти за год войны правительство не может обеспечить конкретные потребности вооруженных сил Украины. Высокоточного оружия другие страны не поставляют. Тем временем украинские поставщики активно закупают устаревший импортный хлам. Об этом ссылаясь на собственные источники в Минобороны, пишет издание «Зеркало недели». Якобы армии продолжают навязывать то, что у нее уже есть, а не то, что надо. Причем даже техника, проданная в минувшие годы министерством, как излишки советского наследия для последующей перепродажи за границу. Теперь цена этого вооружения обойдется бюджету намного дороже. Вот смотрите, высокоточная оружия, а танк Т-72, а танк Т-64Б, который уничтожает танк противника. Эти танки закуплены нашими бизнесменами, олигархами, которые наживались когда-то на импорте, а сейчас на экспорте. И сейчас, на сегодня, держава мая закуповывает у олигархов танки в 3-4 раза дороже. Из современного вооружения 21 века Украина может сама разрабатывать, поставлять и ставить на поток совсем немного, особенно в современных условиях, до 15-20% всего. Зачем Минобороны покупать танки Т-72 разных модификаций, спецмашины на базе БТР-3Е, бронетранспортеры Саксон, Дозор и ВЭКО? Для них надо создавать новую структуру обслуживания и ремонта, в то время как у вооруженных сил есть достаточно своих БТРов. Закупаются Саксоны, английские, полицейская бронетехника, без вооружения, предназначенная для борьбы с боевиками ИРА, Северная Ирландия. Там нет вооружения, значит надо ставить блок. Процесс перевооружения армии на повестке дня ни у правительства, ни у оборонов ведомства не стоит. А закупкой оружия и техники занимается человек, который работал в СНБО во время Януковича, Александр Ясинский. По источникам Минобороны его родное предприятие Радионикс уже засветилось в проекте программ закупок военной техники. Зачем покупать в 3 дорого ненужные бронетранспортеры иностранного производства и кто на этом зарабатывает? На наш запрос в Минобороны не ответили, здесь сегодня празднуют. А все импортные закупки боевой техники держат в строгой секретности. Ольга Рыцар, Валентин Белич, подробности телеканал Интер.